Ну, во-первых, на этой неделе есть Мазельтов, слышите на заднем поле, Мазельтов, потому что мы сейчас находимся и снимаем этот пост на Брите, обрезание внуков Рава Зильбра, и очень интересно, родилось два внука, два мальчика-близнеца, и по этому поводу есть очень интересные какие-то там, какие-то логические замечания, которые мы хотели бы вам рассказать. Во-первых, в принципе, интересная вещь, что наша недельная глава рассказывает о том, что весь еврейский народ сделал обрезание прежде, чем кушать пасхальную жертву. И видите, так сказать, как бы мальчики родились, и их обрезание выпало на эту недельную главу, поэтому много мальчиков сразу два делают, не одно обрезание, а два. Так сказать, вот такое вот влияние недельной главы на то, что происходит. То есть с нами целый народ начинает делать обрезание. Теперь, тут интересные нюансы, связанные с тем, как делают обрезание двум мальчикам. Потому что, в принципе, возникает такой вопрос. Когда у нас есть заповедь делать обрезание двум мальчикам? Кому сначала, кому потом? По идее, тот, кто родился первым, тот, кто из них старше, тому и нужно сделать первым обрезание. Но! Вопрос, каким образом? Это же две заповеди. Одна заповедь обрезает одного ребенка, вторая заповедь делает обрезание другому ребенку. Например, если, не дай бог, один болеет, то одному сделают обрезание на восьмой день, а второму будут делать тогда, когда он выздоровеет. То есть, это абсолютно точно, что это две заповеди, которые просто выпадают на один момент, на восьмой день. Теперь, каким образом? Нужно сказать два благословения и нужно сделать два обрезания. Или нужно сказать одно благословение и сделать, понятно, два обрезания, поскольку это одна заповедь, которая как бы выливается или делается двумя действиями. Вот каким образом? На эту тему есть очень интересный спор между рабом Ильяшевым и рабшлом Залманом Айрбахова, великими рабинами, которые руководили нашим народом, их псаки, продолжают руководить нами и сейчас. Мы идем по их мнениям. Значит, раб Ильяшев считал так. Нужно делать все с одним благословением и не прерываясь. То есть, нельзя прерываться от начала первого благословения и до того, как сделать обрезание уже второму ребенку. Рабшлом Залман говорил не так. Наоборот, нужно сделать обрезание одному мальчику, а второму сделать только через какое-то время. Сделать какой-то перерыв, покушать, сделать полное прерывание и потом вернуться и сделать еще одно обрезание. Почему? Потому что таким образом мы делаем завтрак, каждый завтрак даем необходимый почет. То есть, сначала мы делаем, не делаем их пачками, да. То есть, как бы, есть рабшлом Залман говорит, что есть, как бы, таким образом, получается, что мы все заповеди, как бы, сваливаем в кучу. А Рабляша говорил не так. Потому, постольку, поскольку у человека есть такая заповедь, что ему нужно сделать несколько обрезаний. Хотя это две заповеди, но точно так же, как нельзя сравнивать, конечно, если у нас есть несколько животных, которых нужно зарезать для того, чтобы сделать их кашерное мясо, или принести их в жертву, то мы делаем с одним благословением и не прерываясь, делаем всю эту заповедь, несмотря на то, что у нас есть несколько, несколько животных, по отношению каждому животному есть отдельная заповедь, то же самое и здесь, нужно сделать обрезание каждому отдельному мальчику. По отношению каждому отдельному мальчику это отдельная заповедь. Но! Это такая форма заповеди, что нам нужно сделать один, сказать одно благословение, и оно распространится на обе эти, на обе эти заповеди. Так вот, вот поэтому в еврейском народе есть два обычая. Один делать по одному, сначала одному, потом другому. А здесь сделали, Рав Бензион сказал, что нельзя сделать так, как говорил Равляша, поэтому сделали всем мальчикам одновременно, сказали одно благословление и не прерывая, сделали двоим. Вот такая вот история, связанная с недельной главой. И желаем, чтобы мальчики выросли добрыми, хорошими евреями, все у них было хорошо в жизни. А папе и дедушке, и маме, и бабушке, бабушкам было много-много счастья. Большое спасибо.